Дорогие друзья, мы переходим с вами к письму евреям, о котором мы уже... Так, это моя, я сейчас... Мы с вами в прошлый раз прочитали, поговорили в эту обловодную часть, и мы с вами также просмотрели довольно подробно первые три главы. Итак, мы сегодня должны начать с четвертой главы, и я бы хотела, если получится, четвертую, пятую, шестую и седьмую главы. Они довольно сложные, поэтому я буду просить вас быть внимательными, вслушиваться и так далее. Итак, четвертая глава называется, и тоже можно назвать, предостережением. Помните, у нас было первое предостережение, второе предостережение, третье предостережение. До этого автор говорил об отдыхе, о том, как люди шли по пустыне вместо отдыха. И это Ахнанская земля. Но далеко не все туда вошли, только небольшая часть. И здесь тоже говорится об этом месте отдыха, но автор немножко, не немножко, а очень серьезно меняет. Он вообще любит такие вещи, когда он отдых чисто физически, материально меняет на отдых духовный. Итак, прочитаем отрывок. Итак, раз обещания об ходе в то место его отдыха остаются в силе, следует бояться вот чего. Как бы ни оказалось, что кто-нибудь из вас упустил такую возможность, потому что нам точно так же возвестили радостную весть, как и тем. Но тем не пошла на пользу весть, которую они услышали, потому что они не соединили ее с верой. Ведь мы, поверившие, входим в то место отдыха, которым Бог сказал, «И так я в гневе клятву дал, не вступит». Они туда, где ждет их отдых мой. Будем по кусочкам смотреть. Обещание остается в силе. Раз людей, мы могли бы сказать, что это означает, но все-таки в Ветхананскую землю часть людей вошло. Иисус Навин, который по еврейскому самому Ешобе, Нон, и Калев, и 20-летние. Но мы увидим, как автор меняет это понятие «вход в место отдыха». Но он сразу предупреждает, чего надо бояться. Бояться не упустить возможность попасть в этот отдых. И приводит пример снова тех людей, которые шли из Египта по пустыне. Они, большая часть из них, такую возможность упустила. Почему? Потому что они услышали весть, но это было чистое физическое слушание. Они не послушались, они не соединили ее с верой. А вот мы, поверивши, входим в то место отдыха, о том, о котором Бог сказал. И так, я в гневе клятву дал, не вступят они туда, где ждет их отдых мой. А ведь дела Бога завершены со временем сотворения мира. Потому что в одном месте Писания сказано так, о седьмом дне. И отдохнул Бог от всех своих дел. В то же время в отрывке выше сказано, не вступят они туда, где ты ждет их отдых мой. Следовательно, кому-то еще предстоит вступить туда. А раз те первые, кому была возвещена радостная весть, не вступили из-за непокорности, то Бог снова назначил некий день. Сегодня, как он спустя столько времени сказал в том псалме Давида, что приводил все выше. Сегодня, если голос его слышите, сердцам своим не дайте стать строптивыми. Так и есть еще место отдыха. А точнее, это седьмой день, когда Бог сотворил мир, и в седьмой день устроил отдых. Итак, два текста в Библии. Один из «Бытия», а другой из «Псалма». И они как бы противоположны, потому что Бог отдохнул от своих дел, а другой не вступят они туда, где ждет их отдых мой. Раз те не вступили, то еще предстоит кому-то вступить. Итак, тем была возвещена радостная весть. А какая радостная весть была возвещена тем, что вышли из Египта? Радостная весть освобождения из плена, свобода от рабства, своя земля плодородная, где их ждет наконец-то действительно отдых, безопасность. Вот это была их радостная весть. То есть, видите, она материальная такая. Но они не смогли туда войти, большинство. И Бог назначил еще один день, то есть не один день, а назначил сегодня. Мы говорили о сегодня. Сегодня – это не понятие календарное, а совершенно другое. Сегодня – это эра новая. С приходом Христа начинается эра сегодня. А то, что было раньше, можно сказать, вчера. Итак, сегодня – это из псалма. Сегодня, если голос, его слышите. Имейте в виду, что не просто слышите голос, а слышите и слушаетесь. То есть это и есть вера. Вот тогда постарайтесь услышать, иначе сердца могут стать строптивыми. Ведь если бы Иисус Новин дал им отдых, Бог не стал бы после этого говорить о каком-то другом дне. Значит, субботний отдых еще предстоит Божьему народу. Ведь тот, кто вступил в его отдых и сам отдохнул от своих дел, как Бог от своих собственных, так сделаем все, чтобы вступить в тот отдых. Пусть никто не отпадет, последовав тому же дурному примеру непокорности. Но видите, такой прием литературно начинается с того, пусть никто не отпадет, и заканчивается отрывок, пусть никто не отпадет, и не последует дурному примеру непокорности. И сейчас мы перейдем к другому тексту, потому что если мы будем так подробно-подробно разбирать, то мы вообще язык никогда не закончим. Значит, здесь услышать, что мы можем услышать? Слово. И один из самых прекрасных текстов этого письма – это определение, что такое Слово Божье. Я думаю, что все знают. Ведь Слово Бога живет и действует. Оно острее любого обоюдоострого меча и проникает вплоть до места, где встречаются душа и дух, до связок и мозга костей. Слово Бога судит желания и помыслы сердец. Ничто во всем творении не может быть скрыто от Бога. Все предстоит нагим и беспрекрас перед глазами того, кому мы должны дать отчет. Итак, смотрите, Слово Бога. Здесь целый ряд определений. Оно живет, оно живо. Как вы думаете, почему оно живо? Почему оно живет? Да потому что его произносит живой Бог. И поэтому оно живое, оно действует. Ведь Слово Бога – это не набор звуков, а это божья творческая сила, которой он действует в мире. Для Филона Александрийский даже называл Слово Бога творческим разумом Бога. Это очень важная вещь. И вы помните, какую роль играет Слово Бога в прологии 4 Евангелия. Что здесь Слово Бога? Это божья весть. И хотя в средние века многие отцы церкви полагали, что это Слово Бога – это Христос, скорее всего, здесь по контексту нет. Это радостная вещь о спасении. Оно сравнивается с мечом. Это вообще частый пример. Это у Исаии Слово Бога сравнивается с мечом. В письме Ефесиным. Ну и, конечно, в апокалипсисе, помните, такой замечательный образ, где у Христа из уст исходит острый, обоюдоострый меч. Конечно, если представить себе реально, то это даже очень страшно. Конечно, на самом деле это его Слово. Он убивает людей. Он не убивает людей, пронзая их мечом, проливая кровь. Он произносит свое Слово, которое, знаете, как бы как действует, как нож. Оно острое. И дальше метафоры, где встречаются душа и дух. Вообще в Библии душа и дух – это практически одно и то же. Некоторые там видят, некоторую небольшую разницу. Дух более духовен, душа более физическая. Но на самом деле какие-то совсем разные вещи здесь нет. Почему автор употребляет это? Да потому что он вообще здесь употребляет очень много поэтических метафор. Так же, как оно проникает вплоть до связок и мозга костей. Конечно, автор не пытается нам рассказать про анатомию. Это просто поэзия. То есть до самой-самой глубины, до мозга костей. Всюду. И оно судит помыслы и желания этих людей. То есть не только какие-то их физические действия, но даже эмоции, даже всякие помыслы, которые скрыты от людей. Поэтому во всем творении ничто не может быть скрыто от Бога. Все предстоит на гимн, без прикрас. Мы можем сколько угодно прятаться, сколько угодно притворяться, но мы предстанем перед ним, как говорится, вот такими, как мы есть, какие мы родились, ногами. И дальше у нас идет тема первосвященника. Иисус – совершенный первосвященник. Знаете, уже было, уже были это. И во второй главе, и в третьей говорилось о первосвященстве Иисуса. Но на самом деле там только был намек. Здесь это уже становится в центре. Итак, раз у нас есть великий первосвященник, поднявшийся выше небес, Иисус – Сын Бога. Давайте будем крепко держаться верой, которую исповедуем. Ведь у нас не тот первосвященник, который не способен посочувствовать нашим слабостям. Нет, наш испытан подобно нам всеми испытаниями, кроме греха. Так приблизимся смело и бесстрашно к престолу милости, чтобы обрести доброту и милость именно тогда, когда мы нуждаемся в помощи. Итак, Христос – первосвященник. И у нас он даже назван великим первосвященником, хотя первосвященник был один, можно было бы не называть его. Но уже в Маковейской книге Симон Маковей назван великим первосвященником. И здесь, вероятно, Иисус назван великим, дабы выделить его, дабы показать, что он выше всех других земных первосвященников. Он поднялся выше небес, прошел через небеса. Дело в том, что в древней космологии небо воспринималось как какое-то такое многоэтажное. На нем разные уровни. И Бог, ну понятно, что это человеческое представление, и Бог обитает на самом высшем небе. И поэтому, когда Иисус возносится, он возносится к самому Богу, то есть на самое высшее небо. Там по одним представлению было. Три неба, другим семь, там и девять, и одиннадцать. А на самом низу, там даже обитались злые духи, такой поднебесе. Тут будет папокалипсис, и дьявол упал с небес, и был страшно зол, потому что понял, что дальше уже ему не попасть снова на небеса. Итак, раз Иисус, правосвященник, рядом с Богом, то, естественно, нам тем более надо крепко держаться в вере. Опять та же самая мысль. Крепко держаться в вере. Тем более, что наш правосвященник отличается от других. Он и похож на земного правосвященника, и не похож. Похож он тем, что он как человек видел человеческие слабости, и даже сам пережил целый ряд слабостей. Автор не говорит о том, какие именно, но мы, естественно, знаем это, конечно, и гипсиманская молитва, молитва это и крест, и постоянно разочарование в людях, которые жаждали только получить от него что-то, и иногда непонимание и глупость учеников, и насмешки тех прохожих, которые издевались, когда Иисус висел на кресте. Да, может быть, было ещё гораздо больше разных испытаний, о которых просто мы не знаем. Так вот, наш правосвященник, он как бы сам пережил это. А раз он пережил, то он нас понимает и может посочувствовать. Мы говорили, вообще автор уже говорил об этом много раз, какие-то важные вещи, а второе повторяют, как бы вбивают в голову. Действительно, пока человек сам не пережил какой-то горы, он часто не понимает, смотрит на человека и думает, ну чего этот там плачет или страдает, или что-то с ним. Да ничего такого особенного не произошло. И только тогда, когда он сам это пережил, он уже начинает это всё понимать. Потому что вот Иисус подобно нам испытан всеми испытаниями. В синодальном почему-то слово испытание, испытывается, переводится как искушение, это не совсем правильно. Вообще в Новом Завете искушение, может быть, один или два раза можно перевести как искушение. Всюду это проверка, испытание. Знаете, как, да не только до революции, еще и после революции. Экзамены, честно, назывались гимназиками испытания. И так он пережил, но есть разница, кроме греха. Люди часто не выдерживают испытаний. Кого-то, кто-то хорошо выносит, но всё равно время от времени впадает какой-то грех. Иисус, кроме греха. Итак, если у нас раньше в храм нельзя было входить, можно было входить только во внешний двор, а уже в так называемые святыни, святое место только священники, а в самое святое, святыня святынь, мог войти только первосвященники, то раз в году, на очень короткое время, это судный день и так далее, но теперь наш первосвященник, он с нами, и мы теперь имеем право вместе с ним подойти к Богу, потому что мы теперь его братья, и мы можем, чтобы обрести доброту и милость, тогда, когда мы нуждаемся. Бог называется престол милости. Бог сидит на престоле, ну, понятно, человек представляет себе всё небесное по образу земному, Бог царь, а царь сидит на троне, вот, и для того, чтобы не употреблять лишний раз слово Бог и так далее, то это называется, Бог называется престол милости, и так мы теперь имеем право туда заходить, куда раньше на земле не имели никакой возможности. Итак, какие качества нужны первосвященнику? Автор повторяет и рассказывает о том, какие качества нужны даже земному первосвященнику. Ведь всякий первосвященник выбирается из людей и для людей, как их представитель перед Богом, чтобы приносить ему дары и жертвы за грех. Он способен посочувствовать тем, кто невежественен и заблуждается, потому что и сам подвержен слабостям, и из-за этого он обязан приносить жертвы как за их грехи народа, так и за свои собственные. И никому не занять такого почетного места по собственной воле. Перосвященник призывается Богом, как был призван Аарон. Вы знаете, да, так и Христос не самым прославил себя, став первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты мой сын, сегодня я стал отцом тебе, и в другом месте Бог говорит, ты священник вовеки, подобно Мехисадеку. Автор говорит о том, что первый священник выбирается Богом. Он здесь, хотя мы знаем, мы говорим об Израиле, что там далеко не всегда первосвященники были идеальными людьми, были среди них и негодяи, и злодеи, и потом римляне часто и меняли их, и священниками иногда становились из-за взятки. Ну, в общем, люди как люди, иногда даже очень плохие люди. Собственно, по вине первосвященника погиб, например, Яков Радгоспутер, первосвященник Аяфа был инициатором казни Христа. Но автор здесь говорит не о реальных исторических личностях, а он говорит, ну, как бы, как в идеале должно быть. Первосвященник – это человек, который избирается Богом. Он избирается из людей, так как он служит людям, поэтому понятно, что он избирается из людей. И он для людей. Понятно, что для людей. Он их представитель перед Богом, чтобы приносить ему дары и жертвы за грех. И он способен посочувствовать, будучи человеком, он тоже, как и мы говорили про Христа, он может посочувствовать тем, кто невежественен. Невежественен часто употреблялась слово «слаб», «грешен». Не в том смысле, что читать и писать не умеет, а невежественен, заблуждается. И так как он слаб сам, то он должен приносить жертвы не только за других людей, но за себя самого тоже. И сам первосвященник не может назначить себя, только Бог. Опять же, я повторяю, в истории было далеко не всегда. За этот пост боролись, там устраивались всякие интриги, но автор говорит об идеальном первосвященнике, так, как должно быть. Вот так и Христос, который не сам себя назначил первосвященником, а Бог, который сказал ему, «Ты мой сын, и ты священник вовеки». Обратите внимание, он сын и он священник, подобно Мельхоседеку. Скоро у нас появится Мельхоседек во всей своей красе. Он уже упоминался немножко, но в седьмой главе он будет подробно, оно будет говориться. «В дни своей земной жизни он вознес с воплем и плачем просьбы и мольбы к тому, кто мог спасти его от смерти и был услышан за свое благоговение. Хотя он и был сыном, но через страдания научился послушанию, и стал совершенным, сделался для всех, кто ему послушен, причин их вечного спасения. И Бог назначил его первосвященником, точно так же, как Мельхоседек. Вы видите, что в Новом Завете, вы, конечно, угадываете, что речь идет о гефсиманской молитве, о гефсиманском рыдании Иисуса. Об этом говорится в первых трех Евангелиях. В четвертом нет. В четвертом, да, есть гефсиманский сад, но Иисус там не молится, Иисус не рыдает, Иисус не говорит, Отец, пронеси эту чашу мимо меня. Об этом говорится в пятой главе письма евреям, причем, даже, я бы сказала, может, более эмоционально, потому что здесь он, говорит, с воплем и плачем. То есть гораздо более сильно, более эмоционально. Вообще, в еврейской традиции считал, что есть три вида молитвы. Молитва, вопль и слезы. Каждый следующий вид молитвы сильнее предыдущего. Молитва, может быть, тихая, вообще беззвучная. Человек молится про себя. Вопль – это уже крик, это уже молитва, настоящая, кричащая. И слезы – высшая форма молитвы. Так вот здесь Иисус изображен. Именно он вопит и кричит, он просит и молит, кто мог, может спасти его от смерти. И был услышан. И вот здесь сложное вот это «было слышан». Мы бы подумали, если было слышно Богом, да? Если он был услышан, то Бог должен был пронести эту чашу мимо него, спасти его, разнести его на небо, послать там ангелов или что-нибудь в таком духе. Поэтому мы… Это загадка. Мы не знаем, что значит «он был услышан». Одни полагают, что Иисус, как любое живое существо, боится смерти. И Бог просто услышал и дал ему способность не бояться. Другие говорят о том, что Иисус через короткое время будет воскрешен. Значит, он был услышан. Третьи говорят, что он был услышан, и Иисус с готовностью исполнил волю Отца, услышал волю Отца по-настоящему и исполнил её, потому что в древности, в древней семье послушание Сына – это самое главное. Отец велит, и сын обязан, поэтому он услышал, был услышан. Хотя он и был сыном, но через страдания научился послушанию. Потрясающие слова. Понимаете, он действительно стал истинным человеком, и как истинный человек, истинное живое существо, смерти боится. И смерть, с одной стороны, невероятно страшна, а с другой стороны, вы видите, Иисус научился послушанию. У него было послушание, но когда он полностью, по-настоящему согласился взойти на крест, то он стал совершенным. А здесь очень интересно, что слово «совершенный» имеет много значений, как и в русском языке. Совершенный – это и тот, который абсолютно идеальный, и тот, который завершён, что-то такое завершённое. И в греческом это слово ещё употреблялось «стать священником», потому что здесь игра идёт всё время. Он стал совершенным, то есть он стал священником, способным очищать других, и поэтому и Бог, он стал причиной вечного спасения, потому что такова функция священников, и Бог назначил его как священником. Новый Завет, Новый Завет – это письмо интересно особенно тем, что в отличие от всех других произведений новозаветных, нам говорится о том, что Иисус стал кем-то, кем он не был раньше, а именно он стал небесным первосвященником. Не говорится о том, что он был небесным первосвященником, спасался на землю, смотрите, дважды уже в этом отрывке сказано, что Бог назначил его первосвященником. По-моему, текст этот очень сильный. Итак, вот следующий текст снова у нас, он так перемежается, он говорится о Христе, о его первосвященстве, и затем снова автор обращается к своим читателям и наставляет их, советует, предостерегает от чего-то. Здесь трудный текст, но смысл – это опасность отступничества. Об этом мы могли бы сказать многое, но вам нелегко это объяснить, ведь до вас туго доходит. Тут очень интересно, что по-гречески туго доходят битвы ленивы ушами. Вот. То есть смысл не в том, что они глухи, а в том, что им не хочется слышать. Вот. А можно было бы еще многое рассказать, но им пока что это не поможет. Вам самим уже пора стать учителем, а вы снова нуждаетесь в том, чтобы кто-нибудь научил вас азбуке Божьего Слова. Вот кем вы стали. Вам опять нужно молоко, а не твердая пища. И всякий, кто питается молоком, не разбирается в том, что верно, а что нет, потому что он еще младенец. Твердая пища для зрелых людей. Их ум, благодаря опыту, способен различать добро и зло. Это очень интересный текст про младенцев и молоко, потому что в Новом Завете три таких места. Марина была в понедельник, я как раз это говорила по первому Каринскому письму. В первом письме Петра, а это, вероятно, проповедь для новокрещенных или для тех, кто вот-вот уже стоит перед купельем. И понятно, что эти люди умерли для прежней жизни и отделились для новой. И поэтому они их очень хорошо сравнить с младенцами. И это хорошее сравнение младенца. Они начинают новую жизнь, а младенцы, естественно, пытаются молоком. Единственное, что молоко должно быть цельным, правильно, хорошим, неразбавленным, как я говорю, без... Какое у нас сейчас... Добавляют всякие масла пальмовые и так далее. Потом вот это письмо. Значит, вы должны быть уже учителями, совершеннолетними, то есть зрелыми людьми, уже питаться, как питаются взрослые люди, то есть твёрдой пищей, а вы питаетесь молоком. Это критиковый хоррис. В первом карелском письме Павел как раз издевается над темой. Вы говорите, вы обижаетесь, что я вас кормлю всё время молоком, а вы, мол, уже готовы к твёрдой пище. Значит, если вы... У вас есть разбрия, если вы ссоритесь друг с другом, если у вас есть там деление, если у вас есть несогласие, так вы что, уже взрослые люди, совершеннолетние, не во кресте, да вы плотские люди, вы ещё младенцы, и младенцы здесь в плохом смысле. Дети непонимающие, несмышлёнышие, они не умеют разбираться, что хорошо, что плохо. Они не знают разницы между хорошим и плохим. поэтому в Библии дети не всегда в значении хорошо. Дети бывают те, кто не понимает, кто не знает разницы между добром и злом и так далее. Кстати, это настолько похоже на отрывок из первого коринфского письма, что некоторые предполагают, что это Аполлос побывал в Коринфе, так как он был невероятно коротсоновичи, впленил Коринфин, и вот он им говорил про это, что им уже должны быть взрослыми, они ещё видители. Павел не рассказывает им каких-то глубоких тайн, держит их на младенческом уровне, и поэтому когда Мартин Лютер выскорил предположение, что письмо евреям написано Аполлосом, то тут в общем-то нельзя сказать, что это взято с потолка, тут есть некоторые вещи, хотя с другой стороны если подумать обо всём письме, то Коринфин, которые считали себя невероятно духовными, которые презирали всё плоское, материальное, которым не нужно было телесное воскресенье, которые уже говорили на языках ангелов, которые презирали всех тех, у кого не было такого дара, как у них и так далее, вряд ли их интересовал Иерусалимский храм, жертвоприношения, священнические ритуалы, что чуть ли не в центре этого письма, так что вероятно всё-таки не Аполлос, хотя интересно. Так вот, в чём он их обвиняет? Поэтому пора уже вам от начальных сведений о Христе перейти к вещам, требующим зрелости. Не надо снова возвращаться к закладке фундамента, к прописным истинам, таким, как отказ от дел ведущих к смерти, вера в Бога, учение об очистительных обрядах и об изложении рук, воскресение мёртвых, вечный суд. Так мы и поступим, если на то будет Божья воля. Это очень трудный и непонятный текст, и ни в одном из комментариев никто из комментаторов не сумел по-настоящему объяснить, что это такое. Потому что, с одной стороны, вера в Бога, учение об очистительных обрядах, дословно об обоморениях, синодальных окрещениях во множественном числе. возложение рук, воскресение мёртвых, вечный суд. Это всё не чисто христианская идея. У евреев было всё то же самое. Так сказать, отказ от греховных дел, вера в Бога, учение, очищение у них было очень много, чуть ли не каждый день обязательное омовение после того, как они побывали на рынке, побывали где-то надо там омыть руки и так далее и тому подобное. Это очищение. Возложение рук, благословение, назначение на какую-то должность и так далее, тоже всё от них, от евреев. Это ничего христианского. Воскресение мёртвых в это время подавляющее большинство людей верило в воскресение мёртвых, телесное воскресение мёртвых. Не верили как раз элиты юрсалимского священства, но при всём при том фарисеев и прочих анафеме не предавали. Вот какова была толерантность, свобода, да. Друг друга ненавидели фарисеи и садуки, никто никого не убивал, никто не предавал анафеме. Вот. И даже вместе заседали в Снедрионе. Поэтому мы не знаем что. Начальное сведение о Христе. Для Павла, наверное, начальное сведение о Христе и есть показатель зрелости, потому что для Павла вера в искупительную жертвенную смерть Иисуса на Христе есть сердцевины христианства, есть самое главное. И если человек всем сердцем верит и живет согласно вот этому, это и есть показатель того, что он как раз достиг зрелости. А если он пытается узнать какие-то эзотерические тайны, знаете, только для узкого круга, то это как раз показатель такого младенчества, как всякие колдуньи, когда есть там всякие объявления с детками, бабуси, вот, да, там уже 300 лет потомственные колдуньи и так далее и тому подобное, перед ней обязательно крест, свеча, икона и так далее и так далее. Вот, поэтому это на самом деле загадка, но, понимаете, автор-то не обязан нам это рассказывать, адреса-то его знают, что он имеет в виду, это же он им пишет, они знают, да, да, а для нас нет, но в любом случае он будет говорить о том, что они, что их проблема духовное такое, знаете, отупение, такая как-то слабость, духовная лень, вот их проблема, а это грозит отступничеством, вот, а что именно здесь, и мы уже читали этот кусочек, так мы поступим, и сантову Божьей воли в смысле будем рассказывать, ведь если люди однажды озаренные светом вкусили небесного дара и стали сопричастны святому духу и на себе испытали доброту Божьего слова и духовные силы грядущего века, но затем отпали, то их уже невозможно привести заново к раскаянию, потому что они во вред себе опять распинают Божьего Сына и выставляют его на посмешище. Мы прошлый раз читали вот этот отрывок и говорили люди озаренные светом, просвещенные, это очень привычная метафора, люди, которые узнали истинный свет, они были озарены светом, это и в Новом Завете есть, и часто говорится дети света и так далее. вкусили небесного дара, одни полагают, что они это участвуют в Харисии, другие полагают, что они получили дары Святого Духа, в общем, стали сопричастны Святому Духу, на себе испытали доброту Божьего Слова, то есть прощение грехов и так далее, но затем отпали, то их невозможно привести заново к раскаинам. Вот здесь, конечно, автор очень резко отличается от апостола Павла, потому что вот когда мы читаем письма Павла, то мы видим, Павел ох, как умеет поругать, если надо, он как отец, он может что называется сказать, вот сейчас сниму ремень и так так сказать отлупцую, но все равно он верит и говорит о том, что человек даже сам закренел и грешник, с ним может произойти переворот, он по себе знает, понимаете, он нарушил первую заповедь, самую главную, не то, что убил, украл, нет, он принял, он нарушил Божью волю, он счел Божьей воле свою собственную волю, когда пошел против сына Божьего и увидел, что Бог его просил без каких-либо предварительных требований, без предварительных условий, без колен на преклонении, там, молитв, постов, аскетических правил и так далее, и тому подобное, он был прощен мгновенно и даже награжден, потому что ему было даровано великой миссии идти возвещать язычникам. Правда, такие дары для человека всегда кончаются с человеческой точки зрения плохо, мученической смерти и так далее, но Павел всегда гордился этим, он всю жизнь считал себя великим грешником и одновременно называл себя, мало того, что апостол, который призвал сам Бог, он называл себя сотрудником Бога, послом, посланцем Бога, сотрудник Бога, представляете, какая важная роль, поэтому, конечно, вот эти слова сыграли очень не очень хорошую роль для многих людей, которые решили, что если они после крещения согрешили в чем-то, то уже прощением нет, уже раскаиваться не надо, все равно уже не поможет. То же самое, что хладно Святого Духа. Тоже люди пообразили, что хладно Святого Духа, это если ты скажешь что-нибудь про Святого Духа дурное, там совсем-совсем не про то. Надо не выхватывать фразочку из текста, а читать весь абзац, и там становится совершенно все понятно. Но, скорее всего, все-таки автор говорит не о любом грехе, а о грехе отступничества. Человек, который полностью отступился, отрекся, то он действительно стал врагом Христа, и о каком раскаянии тогда можно говорить. И он как бы присоединился к тем, кто распинает Христа. И тут некоторые полагают, что даже переводить надо как бы заново вторичное распятие. Кстати, некоторые отцы церкви так и на и полагали. И дальше автор приводит нам притчу, притчу, метафору о земле, о двух видах почвы. Вы помните и в Евангелии о нескольких видах почвы есть, так и здесь. Так земля, которая впитывает частые дожди и рожидает урожай на благо тем, кто ее обрабатывает, получает от Бога благословение. Но землю, производящую ли чертополох и терновник, признает негодной и проклятой, конец ее сгореть в огне. Особенно это понятно засушенным странам, где очень редко выпадают дожди, иногда целыми месяцами ни одного дождя, и там урожай зависит от того, дождь выпадет или не выпадет. И вот если человек обрабатывает землю, а Бог посылает частые дожди, для нас это плохо, а там дооборот это великое счастье, то такие люди получают от Бога благословение, а те, которые естественно имеют не обрабатывают почерту, и Бог не посылает туда дожди, и вот там терновник, чертоволох и так далее. Поэтому это действительно красиво пишет, правда? Красиво. Я не очень люблю это письмо, сразу признаюсь, но он меня все-таки убеждает не своим, не своим, так сказать, темой, не своими вопросами, которые разбирают, а именно красотой своей речи, действительно, риттер. Одно это, дорогие мои, хотя мы, хотя и говорим так, убеждены, что вы находитесь в лучшем положении, стоите на пути к спасению. Бог справедлив, и поэтому не может забыть ваши дела и ту любовь, которую вы проявили во имя его, служив и служа его святому народу. Мы желаем, чтобы каждый из вас проявил такое же усердие до конца, то есть до исполнения надежды, чтобы он не обленился, а последовал примеру тех, кто благодаря вере и стойкости получает наследие, обещанное Богом. Вот здесь он похож на Павла, потому что Павел тоже поругает своих, а потом говорит, но мы уверены, так и здесь, да, их есть за что ругать, но тем не менее они все-таки не в трагической ситуации, они еще вполне, так сказать, они еще не пошли окончательно по пути гибели и могут вернуться, вернуться назад. Когда Бог дал обещание Аврааму, опять же, здесь похоже на Павла, Галатах и Берембленных, потому что там тоже Бог дает обещание Аврааму, то он, поскольку, но здесь по-другому, здесь по-другому поворот это, когда Бог дал обещание Аврааму, то он, поскольку нет никого выше его, поклялся самим собой. Он сказал, я щедро благословлю тебя и дам тебе множество потомков. И таким образом Авраам благодаря стойкости достиг обещанного. Люди ведь обычно клянутся тем, кто выше их, и клятвы подтвердятся границы любого средних раздора. Вот почему Бог скрипел свое обещание клятвой, пожеловещу яснее показать тем, кто получил обещанную, что воля его неизменна. Эти две неизменные вещи, которые Бог не может солгать, служат для нас, бежавших под его покров, источниками великой бодрости и побуждают крепко держаться той надежды, что у нас перед глазами. Надежда эта словно якорь для души крепкий и надежный, который входит внутрь святилища за завесу, куда Иисус предтечен наш, вошел ради нас, став подобным Мельхозадеку первосвященником навеки. Итак, Бог дал обещание Аврааму. Люди того времени, когда давали какое-то клятву, обещание, призвали в свидетели Бога, потому что тогда в таком случае нарушение вот этого обещания, клятвы, было уже не просто человеческим нарушением, а было святотатством. Бог был свидетелем, а когда Бог дает клятву, то он может поклясться только самим собой, потому что выше его никого нет. И эта идея была очень распространена, что Бог клянется самим собой. И Филон Александрийский, еврей, философ, последователь Платона, так сказать, средний платонизм, он говорит о том же, о том же, о нарушении и о клятве, которые дает Бог. Я сейчас зачитаю его текст. Замечательно, что обещание скреплено клятвой, причем клятвой, которые переличествуют Богу, ведь Бог клянется, как вы видите, не кем-то иным, так как нет никого, кто был бы сильнее его, он клянется самим собой, лучшим из всего сущего. Итак, Авраам достиг обещанного, именно там я благословлю тебе и дам множество потомков, вот, и Бог обязательно исполняет свою клятву, во-первых, он дал клятву, во-вторых, он никогда не лжет, понятно, и мы можем на него всегда полагаться, он наш покров, он наш защитник, он источник бодрости, и опять же вот эти слова побуждают нас крепко держаться, посмотрите, как часто здесь слово крепко, крепкий, крепко держаться, это любимое словосочетание автора, то и надежды, что у нас перед глазами, и по-моему, изумительная вот эта надежда наша словно якорь для души, крепкий, опять же крепкий и надежный, но этот якорь входит внутрь святилища, то есть он даже не в землю, там не в морское дно, а входит внутрь храма, то есть здесь еще сакральная идея, за завесу, туда, куда мог войти только первосвященник, и больше никто, помните, эта завеса разодралась, согласно Евангелиям, в тот момент, когда умер Иисус на кресте, и вот там как бы вот этот сам якорь, который крепко нас держит и не дает нам дрейфовать, у нас было это выражение, если мы будем не держаться крепко Иисуса, то потихонечку как мы будем отплывать, отплывать и не заметим, что мы вообще дрейфуем куда-то, значит, поэтому мы дрейфовать не будем. И опять у нас Мельхиседек. А вот теперь мы переходим к седьмой главе, где, смотрите, уже Мельхиседек был довольно часто, но просто упоминался. А вот в первой части седьмой главы Мельхиседек будет главным героем, правда, до 17 стиха. После седьмой главы 17 стиха Мельхиседек уходит и не возвращается. Ведь этот самый Мельхиседек, царь Салима, священник Всевышнего Бога, встретил Авраама, продолжение темы Авраама, когда тот возвращался после разгрома царей и благословил его и Авраам уделил ему десятую часть всей добычи. Здесь не рассказывается эта история, предполагается, что люди, которым он пишет, так знают, вы помните, царей там было, там, как у маленьких городочек, селения, царей уже, свой царь, свой царь, поэтому там десять царей захватили племянник Авраама Лоте. И Авраам пошел на выручку, разгромил Лоте и других его друзей, освободил ну и, как полагается, царя Греба. Это, нет, ну это, тогда это было хорошо. Значит, добыча, у него хорошая добыча. И вот потом он возвращается и встречает Мехиседека, фигура абсолютно таинственная, два, точнее, вообще, если правильно сказать, это единство раз в Библии она употреблена, вот книги Батяя, когда, значит, он встречается, Авраам встречается с Мехиседеком, а потом в псалме, но в псалме ничего нового не добавлено, а просто там ты священник вообще на Мехиседека. Вот, поэтому мы ровным счетом Мехиседеки ничего не знаем. Значит, сейчас мы будем разбирать. Имя его, во-первых, переводится как царь, несущая справедливость, а во-вторых, он еще и царь, салима, то есть царь, несущий мир. Значит, ну, Мехиседек, это уже такой греческо-искаженный, русско-искаженный, он Мальхиседек, а Мелех на еврейском это царь, Мальхи, это мой царь, цедек, справедливый, значит, мой царь справедлив, он царь салима, по поводу салима разной точки зрения, одни полагают, что это Иерусалим, царь Иерусалима, другие говорят, что это салим, то город, который упоминается в четвертом Евангелии, салима, но в любом случае это первый, первый раз в Библии появляется священник, он священник Всевышнего Бога, вероятно, это вот тот самый Бог, которому мы поклоняемся, хотя обычно Всевышним Богом называли богоязычники, по-еврейски это будет Эль-Эль-Ён, Эль-Эль-Ён, Бог Богов, Бог Богов, что ли, так, и он встретил Авраама и благословил, благословляет тот, кто выше, значительнее, того, кто меньше, значит, Авраам поделил ему десятую часть добычи, это, как правило, самая лучшая часть добычи, та, которая обычно посвящалась Богу, так что здесь, видите, еще дополнительная так сказать, нотка, что он вручает, священнику, как нечто абсолютно сакральное, чего, поэтому нам дважды подсказывают, что Мельхиседек выше Авраама, потому что Мельхиседек благословил Авраама и Авраам как ниши, как слуга уделил ему десятину, А что автор опустил? А опустил он то, что Мельхиседек вынес Аврааму хлеб и вино. А тут так красиво, да, хлеб и вино, так далее, но тогда получается, что он как бы как слуга, как официант, что называется, и поэтому автор это опускает, он оставляет только то, что делает Мельхиседека выше Авраама, значительнее Авраама. вот, и так, значит, если, значит, он царь Салима, то царь несущий мир, или мирлюбивый царь, у него нет ни отца, ни матери, ни предков, у жизни его нет ни начала, ни конца, уподобленный сыну Богу он остается священник и по реке. Мы в прошлый раз об этом говорили, что если вот этот человек появляется как бы ниоткуда и уходит непонятно куда, больше о нем ничего мы не знаем и до того мы ничего о нем не знаем, а о том, что если не упоминаете рождение и смерть, то там дальше будет сказано он не рождался и не умирал. Помните, я еще вам рассказывала о том, как мой научный консультант шутил, говорил, что кошек кошки не существуют, потому что в Библии кошки не упоминаются, а раз они не упоминаются, то их нет. Но правда, когда я ему в ответ сказала а тигры, тигров тоже в Библии нет, он сказал тигры существуют. Я сказал но в Библии то их нет, он сказал но они все равно существуют. это так, мы в шутку. Вот, он уподоблен сыну Бога, потому что, хотя мы знаем, что Иисус родился на земле, но ведь в этом письме про рождение не говорится. Я сегодня родил тебя, это не земное рождение, это Бог родил, дал появиться. и хотя рассказывается, говорится о смерти Иисуса, то все равно эта смерть буквально там короткая, потому что будет воскресенье, поэтому тоже он, можно сказать, не рождался и не умирал. и поэтому эти два, эти две личности, они при всем своем различии, они тем не менее имеют сходство. Вы только посмотрите, сколько велик должен был быть тот, кому сам патриарх Авраам дал десятую часть отборнейшей добычи. Ну, патриарх это, понятно, не Кирилл и не Варфоломей, а патриарх по-гречески родоначальник. Родоначальник, да. А патер отец архиат как бы начало, как бы первый отец родоначальник. У еврейской традиции родоначальники это Авраам и Салак Яков. Вот три как бы три родоначальника главные. Иногда еще 12 сыновей Якова тоже считаются родоначальниками патриархами. Но главное вот это. Итак, сам патриарх так как Авраам стоит на первом месте и он как бы первый поверивший в единого Бога, то понятно как же велик Мельхисадек если сам Авраам как бы так сказать признал свою малость вот свою служебность и второвал на десятую часть отборнейшей добычи. Потомков левия исполняющих службы священников закон обязал облагать десятиной народ то есть своих братьев хотя они потомки Авраама но вы помните когда была завоевана Хананская земля то она была разделена на части по числу племен но не на 12 племен а на 11 потому что племя Левия оно должно было жить за счет десятины которые собирались остальных племен значит Левии из них из племени левиты были левиты слуги и мы говорили это самые разные слуги в храме а их огромное количество потому что сами понимаете храмовый комплекс это гигантский комплекс и там очень много работ и там не только певцы музыканты но и жертвы переносили шкуры обдирали и мясо жарили варили и часть сжигали и убирали ну сами понимаете да и так сказать ремонтировали и все это должно быть только люди из племени Левия нельзя было нанять бригаду откуда-то это запрещено это сакральное и поэтому только люди особые из особой касты а род это уже священники мы с вами об этом говорили и так закон обязал облагать и племя Левия жило за счет десятины которую собирали они собирали со своих братьев потому что все остальные весь народ это братья хотя они тоже потомки Авраама как бы ничуть ни выше ни ниже но им было велено жить за счет этого а этот хоть из нерода Левия взял десятину с Авраама и благословил его уже имевшую обещание от Бога вне всякого сомнения только меньшую может получать благословение от большего тем более что десятину получают люди смертные а там я получил человека которым писание свидетельствует что он жив и Левия получает десятину сам был так сказать обложен десятиной которую он уплатил через Авраама ведь Мельхиседек встретил его когда он еще не родился и был так сказать внутри своего предка это конечно для нас очень странно звучит потому что сами понимаете значит от Авраама до Левия там несколько столетий и получается что как бы в чреслах Авраама все потомки его все имени и это кстати между прочим нам кажется это невероятно странно но на самом деле это не первый раз в Библии просто мы не обращаем внимания когда Ревека была беременна близнецами и они там дрались ножками то было сказано что в ее череве вырвется два народа Павел в Римлянах и не только в Римлянах говорит о том что в Адаме что мы все в Адаме то есть как бы все человечество уже в Адаме заключено скажем там в Генах или как вы там уже скажем так вот таким образом получается что Левия которого еще не было еще несколько сотен лет не будет тем не менее Левий уже так сказать дал десятину Мельхиседеку странно но в этом тексте таких вещей много и надо просто понять ну что люди так думали я думаю что наши потомки будут на нас смотреть и тоже будут говорить ну и дураки были вот а нам кажется что мы уже господа разве можно сравнить со всякими вот этими Мельхиседеками и так далее и так если бы совершенство можно было бы достигнуть через левицкое священство ведь закон был дан народу на его основе тогда зачем было нужно чтобы говорилось о появлении другого священника подобного Мельхиседеку а не такого как Аарон ведь перемена священства неизбежно означает перемену закона тот о ком идет речь принадлежит к другому племени из которого никто никогда не служил при жертвеннике общеизвестно что наш господь родом из племени Иуды а Моисей говоря о священниках ничего не говорит относительно этого племени итак если левицкое священство то есть священство которое происходит от левия было бы идеальным и исполняло бы так сказать так как надо то что велел бог очищало бы людей переводило их к богу то никакого другого священства не нужно было бы дело в том что если для Павла сердцевина закона Моисея самое главное закона Моисея это нравственность то для нашего автора самое главное в законе Моисея это священство священство храм ритуал жертв приношении ребята православие вот это самое главное поэтому если меняется священство то меняется закон будет новый закон появляется новый первосвященник появляется новый закон новый завет итак был вопрос зачем нужен новый священник подобный Мельхи Сандетко тоже нам говорится что наш то таком мы говорим то есть наш первосвященник Иисус он не мог бы быть на земле даже простым священником потому что он был из другого племени из племени Иуды а не из племени Леви ну я говорила что Иуда конечно сильно подгадил потому что имя одно из самых таких прекрасных имен того времени но но из-за его поведения да он стал что называется непроизносимым итак первосвященник Иисус первосвященник на земле он не может быть первосвященником и даже простым священником где же он тогда служит ну где он служит он в небесном святилище вот суть наших слов у нас такой первосвященник который воссел по правую руку престола величия в небесах и священно действует в небесном святилище в том истинном шатре что поставили господом а не человек итак ну мы не знаем есть там шатер хотя вы помните что Моисею Бог показал небесный вот этот шатер скене по-гречески скене скиния палатка шатер там было переносное святилище они ходили долго когда они останавливались там на отдых на ночевку они быстренько ставили вот этот шатер затем шли дальше поднимали и несли его дальше здесь значит на небесах Иисус сел по правой руку правой руку по правой руку самое важное самое торжественное и Бог здесь назван тоже люди стараются избегать слова Бог если там был престол милости то здесь престол величия но это то же самое и он священно действует в небесном святилище в том самом шатре не рукотворном шатре потому что он поставлен Господом а не человеком что ты задаешь вопрос а что Иисус делает все время там где-то по-моему в 17 веке один католический священник сказал что он непрерывно служит мессу это как утром днем вечером ночью и так далее вот правда когда я спросила католического священника он просто хмыкнул и ответа мне не дал я задала вопрос что думают католические богословы по поводу того чем занимается сейчас Иисус на небесах в небесном святилище нет чем он занимается а что думают католические богословы потому что конечно никто не знает что разумеется всякий священник назначается для того чтобы приносить дары и жертвы ну понятно да дары как правило это там же не только кровавые жертвы не только животных приносили это и вино и соли и мука масса всего приносилась в жертву значит для бога отсюда следует что ему нужно что-то иметь на пальцах объяснять чтобы перенести в жертву надо что-то сначала иметь что принести если бы этот первосвященник был на земле он не стал бы даже священником посмотрите как много раз он повторяет он разжевывает нам нам этот текст кажется очень трудным а автор разжевывает повторяет многократно он не стал бы даже священником потому что здесь уже есть люди приносящие дары согласно закону они служат святилище которое есть лишь тень и подобие небесного вот почему Моисею когда он собирался воздвигнуть шатер было сказано смотри сказал бог сделай все точно по образцу который был показан тебе на горе но служение которое получил Иисус выше как лучший договор посредником которым он является потому что этот договор основан на лучших обещаниях это по-моему исход да 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 там было показано Моисею был показан образец и он как бы там было велено но это можно же посмотреть это же можно посмотреть но в любом случае это в пяти книжах если не в исходе то то в книге там числа и левиты но понятно что не во второзаконии во второзаконии может быть повтор во второзаконии во многом повторяет итак сень и подобие не более чем это очень важно потому что очень многие полагают что одна из причин написания этого письма является то что часть или вся община или часть этой общины где-то начинает склоняться если они евреи то они склоняются к возвращению к иудаизму а может быть они и не евреи но все равно им это нравится потому что там все понятно ты согрешил ты принес жертву а тут если жертва уже принесена и она единственная и она больше никогда не будет повторена значит все наши грехи сняты когда мы крестились а потом люди со своими слабостями и мы все равно грешим а что теперь делать жертвы нет священников нет но правда пропославные католики придумали батюшка сидит вообще ничего не надо уже ни даров ни барашков пошепчешь и он обязан отпустить грехи он обязан он может там назначить какую-то епитемию причем епитемия мне ужасно нравится например прочитать 10 раз очень даже наказание или там еще какую-нибудь молитву вот ну раньше это было строже там на какое-то время скажем отлучали от церкви на какое-то время запрещалось приходить на епхаристическое собрание там и так далее вот а это значит пришел так так что люди все-таки придумали что-то люди придумали кстати очень интересно что это заимствовано из письма Якова оно коротенькое письмо но там столько вот этих таинств так называемых таинств оттуда значит если человек согрешил тогда насколько мы знаем в первое самое время согрешивший человек рассказывал о своем грехе сом всей общине перед общину и община его выслушивала и как раз пощала или назначала какое-то там наказание вот а теперь вообще ничего не надо нужно так чтобы никто не слышал вот чтобы слышал только священник вообще замечательно греши смело итак тень и подобие вот это понятно что это копия копия хуже оригинала вот бледная копия духовных прообразов служение Иисуса лучше выше потому что закон сменяется договор договор был старый он как бы отменен вы помните со сменой священства сменяются и законы появляется новый закон то есть мы называем новый договор и уже обещаны не земные но небесное благо если бы тот первый договор был безупречным другой был бы излишним смотрите так же самое если бы левицкое священство как бы было идеальным то не нужно было бы другого священства теперь если бы тот первый договор был безупречным не в том смысле что он плохо а в том смысле что люди не в состоянии его исполнять и он поэтому не может спасать человека то другой был бы излишним но так как Богу есть чем упрекнуть людей он говорит вот наступают дни говорит Господь когда заключу я с домом Израиля с домом Иуды новый договор не похожий на тот договор что я заключил с их отцами в день когда взяв их за руку вывел их из Египта потому что они неверны оказались договору со мною и я от них отвернулся заявляет Господь вот договор что заключу я с домом Израиля после тех дней говорит Господь я я вложу законы мои в голову начертаю их на сердцах и я буду Богом их Богом им они мне народом и не будет никто учить ни соседа ни брата не скажет никто познай Господа потому что все до единого будут знать меня начиная от самого малого и кончая самым великим потому что я милости буду к их прикрешению и грехов не припомнил больше называя этот договор новым он объявил ну то есть Бог первый договор устаревшим а то что устарел и стареет скоро исчезнет и так тот договор не то что плох так и Павел кстати он тоже говорит о том что закон Моисея завершил свое действие но он слишком хорошо знает писание он не может сказать что закон плох иногда он правда в каких-то текстах чуть ли не доходит до того что сравнивает закон со злыми ангелами и так далее и тому подобное но он говорит временем что закон дан Богом что закон хорош что закон исходит от Бога но проблема в том что он дременен у него есть как бы так сказать некий период времени он действует до прихода Христа а когда приходит Христос то он естественно уже устаревает вот почему мы называем теперь писание ветхим это славянское слово устаревшим так и здесь значит первый договор устаревшим что устарел и стареет скоро исчезнет и так существование прежнего договора по мнению автора было нужным раз он существовал был нужен а если он должен наступить свое место новому договору первые не без изъяна и об этом вот этот текст длинный который я зачитала это сказал пророк Иеремия в шестом веке до нашей эры когда народ Израиля был депортирован в Вавилон кто был виноват в том что договор оказался не безупречен конечно никому из людей даже в голову не может прийти такая ужасная мысль Бог дал не совсем хороший договор нет конечно люди люди оказались неспособными его исполнить и поэтому Бог наказал их поражением войне и выселением из Палестины и так если раньше несовершенство прежнего священства и закона то из этого следует вывод договор тоже несовершенен он временен кстати эта цитата самая длинная в Новом Завете тут еще он очень любит цитату из 95 ну в синодальном греческом 94 вы знаете что там нумерация псалмов отличается значит в еврейском тексте и в западных странах это 95 псалом а у нас это 94 псалом и так для автора очень важный текст и вот казалось бы что здесь вот ему надо дать такой хороший подробный комментарий но ничего этого не делает он просто ограничивается тем что Богу еще ему прикнуть свой народ пророчество о новом договоре в этом устарелости старого и значит пересказание Еремии скоро исполнится так что в этом мы уже говорили так вот вообще-то мы прочитали 8 глав вопросы у вас есть может мы как-нибудь будем перебивать их вопросами почему автор умолчал о том что Мельхиседек вынес свиной хлеб и откуда мы знаем что он вынес если автор умолчал а потому что в книге бытия сказано а потому что получало что Мельхиседек меньше чем Авран люди так устроенные они всегда могут что-то опустить а что-то добавить это было не только в нас это было и раньше всегда понимаете вот то что Авран то что Мельхиседек благословил понятно что благословляет тот кто выше кто больше кто старше то что он взял десятину это тоже понятно что десятину дает младший старшему больше Мельхиседек старше а если нам сказать что значит он вынес хлеб и вино то получается понимаете как бы вот он ну вот например я вам приведу совершенно другой пример из Павла Павел у Павла такой главный герой самый любимый это Авраам и в Галатах очень похожий текст и в Римлянах и он говорит о том что как бы главное если можно сказать заслуга Авраама что он поверил Богу а именно поверил Богу что он уже престарелый и его жена уже неспособная к рождению что они родят ребенка а почему мы не сказали что он готов был перенести Исаака в жертву вот это было а потому что это правда серьезная так сказать жертва и вот если мы посмотрим на письмо Иакова где тоже есть Авраам тоже есть Вера тоже есть так сказать очень похожий есть такое ощущение что Иаков брат господин с Павлом выступает полемику чувствуется что они не очень любили друг друга люди есть люди Павел не очень любил Иакова ну Иаков вероятно не тоже не очень любил Павла помните где он там говорит вера без дел покажи мне свою веру без дел вот вера без дел мертва и какой пример он приводит он приводит пример того как Авраам готов был принести в жертву Исаака а у Павла Павел специально говорит что вера Авраама ему важно что она человеческая вера так мала так ничтожна что инициатор всегда бог что вера человека как говорил Иисус в этом зиманке или точнее в двух матфея луки она как меньше горчичного зерна понятно да потому что около библейских легендах об Аврааме огромное количество всяких рассказов мифах что он такое количество совершил великих дел потому что там не только он готов был принести в жертву Исаака но и что его в печь огненную бросали вот он вышел как далиел из печи огнен в общем десять я не помню десять но в общем десять разных великих испытаний он перенес и благодаря вере выдержал и еще мучила еврейских богословов того времени вот какая вера вещь знаете как у нас говорят иногда без крещения нет спасения да кто не крещен тут понятно куда отправляется даже если он верит так и там значит спасается только тот кто исполняет закон Моисея с одной стороны Авраам величайший герой священной истории Израиля можно сказать родоначальник первый еврей родоначальник всего народа Израиля друг Божий а закон это Моисея еще не было еще четыреста четыреста с лишним лет только пройдет и вот получается что наш великий герой не исполнял закон и что сказали еврейские богословы сказали бы тоже что сказали бы христианские богословы по великой особой милости Бога Авраам был дан как бы дано было знание закона и он всю свою жизнь исполнял этот закон до самых мельчайших вот и все вот и все вот как просто и у христиан я думаю что масса таких же вещей есть если надо можно что-то придумать знаменитое выражение когда епископ во время поста мы предлагаем там значит поросеночка ему конечно очень хочется съесть свиненки но пост ну он так значит его осеняет и говорит крещу тебя порося в карася но это католик потому что православных даже рыбу нельзя есть во время великого поста а у католиков рыба позволяется поэтому да порося в карася и все в порядке ну вот и пожалуйста как бы это можно так кто-то там еще был да автор так возвеличивает Милфиседека он у него там выше Авраама выше Легия но если вот его логику продолжать он получается выше Иисуса нет нет не выше Иисуса он выше всех значит он выше всех значит так как он единственный раз появляется в Библии но я повторяю что в Соломе он тоже упоминается но ничего нового к этому не прибавляется то естественно вокруг него сложилось огромное количество легенд колоссальное количество легенд значит он Мессия он Ангел Небесный он тот кто будет судить мир во время Божественного Суда то есть невероятное количество легенд а так как понимаете не доказать не проверкнуть это нельзя то каждый в меру своих сил способностей и так далее та же самая будет история с Енохом Еноха которым в ТИИ сказано что Енох был праведен жил он и не стал его и это решили что он не умер что Бог его взял живым Нагепа а так как о нем больше ничего не говорится кроме того что он был праведен и вероятно вероятно взят Нагепа а может и нет то значит было огромное количество как сказать Еноховской литературы апокрифической но самое известное это первая книга Еноха но есть и вторая книга Еноха и третья книга Еноха по-моему во второй книге Еноха о Мефисе много говорится о самом Енохе очень много говорится Енох Енох в конце оказывается тоже и Мессией сыном Божьим и старшим ангелом который стоит постоянно перед престолом Божиим и так далее и тому подобное понимаете чем меньше известно о человеке о личности тем больше вы можете сказать о нем все зависит от вашего воображения вот а ежели вам все подробно подробно рассказать то что собственно говоря вам остается сделать вот поэтому например мы не знаем о самом детстве Иисуса и появляются апокрифы вот Иисус там как он учит греческий как он там лепит из глины в субботу воробушков вот как он превращает дракона там в камень и так далее и тому подобное потому что людям хочется знать а что делал Иисус или что делал Иисус после того как родители отправились в Египет вот там то он научился великая египетская мудрость в египетских жрецов а потом опять в какое-то время неизвестно так вот он оказывается в Индии побывал а там тоже знаете брамины брахманы там значит там великая мудрость поэтому всем хочется во-первых знать все а так как ты точно не знаешь то придумываешь да но главное что опровергнуть это нельзя доказать тоже правда нельзя мы еще вопросы еще есть или мы вообще-то мы прочитали много сегодня 8 главная осталась вообще 11 12 13 главы сравнительно легкие значит у нас 9 10 это на следующий раз да 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 и мы успеваем мы успеваем да я просто боялась чтобы не успеют да я слушаю об очистительных обрядах там на самом деле сказано давайте значит я сейчас греческий текст открою чтобы так еврей 6 глава 2 стих вот 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 он второй стих баптисмон дедах с учение о баптисма это погружение в воду отсюда это может быть в светском языке это может быть просто ключи по мытью посуды или кораблекрушение когда в общем погружение в воду с головой или предмета полностью а в религиозном языке это уже естественно это религиозное очищение миква да миква да миква было много очищения после похода на рынок после там много-много там каждый день и кроме того еще было обязательно очищение погружение в воду почти полностью перед пасхой помните Иисус моет ноги учениками Петр говорит ты моешь мне ноги но тогда моет все и голову и прочее вы все чисты то есть они совершили все нужное религиозное омовение перед пасхой а ноги ну потому что ходят в сандалиях пыль ноги всегда грязные да поэтому омовение мы не знаем что здесь так как множественное число поэтому вряд ли речь идет о христианском крещении скорее всего это все таки те омовения которые были у евреев и возможно что ряд христиан по-прежнему как бы придерживаться это когда люди к чему-то привыкли то они продолжают это удержаться здесь он не говорит что это что-то чудовищно ужасное когда человек не видит в каких-то обрядах каких-то ритуал спасительного смысла ну а просто он привык к этому то пожалуйста вы можете там мыть руки хоть 10 раз в день вот если вы считаете что не вы не вымыли руки то вы будете гореть в огне то это уже страшно а когда вы привыкли так и обрезание некоторые делают отнюдь сейчас и не евреи считают что это полезное гигиеническое мероприятие что там какие-то болезни не бывает вот когда человек делает обрезание потому что он считает что без обрезания нет спасения вот тогда павел в галатах говорит что если ты сделаешь обрезание то не будет тебе никакой пользы от христа фарисеи например обязательное омывение рук перед едой по писанию было это обязаны были делать священники но фарисеи стали тоже омывать руки перед едой а так как они пользовались колоссальным уважением в народе то через какое-то время им стали подражать и это стало восприниматься как обязательное не то что хочу не хочу а нечто обязательно закладка фундамента христианского она лежит он говорит о закладке фундамента прописные истины эти прописные истины как раз связаны с вообще все то что здесь перечислено здесь нет ничегоす угобого христианского абсолютно ничего вот это христианское Потому что и мессию ждали, и очистительные обряды, омовения были, и возложение рук, такое количество было возложение рук, и благословение, и назначение на какой-то пост, и возложение рук на пророка, возложение рук на царя, возложение рук на первосвященника, возложение рук как посвящения чему-то, вера в Бога, но это уж само собой, разумеется, раскаяние от дел, мёртвых дел. Вот мёртвые дела, мы точно не знаем, что это означает. Мёртвые дела, это дела, если бы это сказал Павел, то, вероятно, он имел в виду дела закона, которые не спасают, но если человек уверен в законе, то они в конце концов не переведут к смерти. Но это могут быть просто грехи. То есть здесь нет ничего сугубо христианское. Это вполне может быть еврейское. Что он хочет сказать? Это загадка. Я повторяю, что у меня говорилось, что мой научный руководитель всю свою жизнь занимался этим письмом. И написал комментарий, в котором больше 800 страниц. И тем не менее, мы с ним, естественно, говорили на эту тему, когда я переводила, то мы с Анатолием Руденко приезжали к Полу, как раз консультироваться по трудным местам вот этого письма. И он, кстати, очень интересный, что вместо того, что, знаете, как сесть, так вальяжно, он всё знает, он сразу же стал доставать других комментариев других авторов. То есть человек никогда не полагает, что он знает всё. И ни один комментатор, все говорят, да, возможно это, возможно это, но мы не знаем. Опять же, я повторяю, это не для нас написано. Это написано для людей, которые знают, что автор имеет в виду, а мы не знаем. И слава Богу, что здесь нет ничего такого, без чего мы не можем обойтись. Так, вопросы есть? Или мы ещё почитаем, или мы... Да, вопросы? В послании к Ефеси нам говорится, что мы дар получаем по благодати, не по нашим делам, а по благодати это дар Божий. А в римлянном Павел говорит, что дары и избрание Божие не преложено. То есть спасение это дары, соответственно это спасение, оно не преложено. А евреям наоборот говорит, что вы можете это спасение потерять, и более того, это зависит от ваших дел. Нет здесь противоречия. И как с этим вы можете сказать? Где он говорит евреям? Там есть фраза, что дары и избрание Божие не преложено. А где он говорит евреям, как сказали? А евреям он говорит, что если вы не сохраните верность, отступитесь, то вы на вас не будете преложено. То есть вы потеряете спасение, и для вас уже не будет возможности. Это то, что дары не преложено, это не означает, что теперь человек, который поверил, может ходить на голове. Вот это, понимаете, это опасность выдергивать фразу. Я помню, как один мой студент мне сказал, вот посмотрите, в четвертом Евангелии сказано, кто верит в меня, на суд не идет. Вот, это означает, что все, для христианин, для христианина, вот Божьего суда уже не будет. Потому что он уже, что он называется. Я просила бы уточнить, я говорю, означает ли это, что вы можете, имеете право сейчас грешить? Он говорит, да. Вот, понимаете, если мы выхватываем дары Бога, непреложны в том смысле, что Бог пообещал, он даст. Но человек не автомат. Человеку есть свобода воли, и человек имеет право отказаться от даров. Он может отказаться от спасения. Понимаете, он может отказаться от спасения. Вера есть не нечто, то, что Бог обязывает, Бог предлагает. А человек соглашается или отказывается. И в апокалипсисе сказано, что если человек грешит, то Бог сотрет его имя из книги жизни. То есть и в Евангелии говорится, кто первый может стать последним, а последний может стать первым. Поэтому нельзя выхватывать фразы. Вот, да, дары Божьи, то есть Бог пообещал, Божьи обещания, Бог не отменяет своих обещаний. Но если человек какой-то на голове, то, извините, Богу ничего не остается делать. Он просто вынужден делать. Вот, это не Бог отказывается, это человек сам отказался. Поэтому, о том, что в Эфесинах, это любимые слова Павла. Павел всегда говорит, это отнюдь не цитата только из Эфесин. Павел во всех своих письмах, практически, особенно в Галатах и в Римлянах, говорит о том, что Бог спасает человека не за дела, за кона, а по своей, вот в Синодальном, как переводится, благодати, но так как слово благодать стало означать вообще непонятно что, вот, по своей любви, по своему милосердию, по своему желанию. Бог свободен в своих дарах. Павел это узнал на собственном опыте. Он не заслужил. А ему было дано. Вот он мог бы отказаться, но он не отказался, да, и стал великим апостолом, стал великим героем христианства. Просто мы прочитали 8 глав, и там 9 глава, там просто начало, это просто описание святилища, где там стоит ларец, где там стоит то-то, то-то, то-то. И это мы в следующий раз, и тогда, и, кстати, я прошу вас всегда еще перечитывать, потому что могут появиться вопросы, которые, вот сейчас, казалось, вопросов нет, а потом вопросы появятся. Дело в том, что последние главы, ну, там не очень трудно, особенно, например, 11 глава, это почти все перечисления великих героев древности. Верой был, там, значит, Абель, Верой, там, Авраам, Верой, Моисей. И вот вся глава, она начинается Верой, 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 Верой. Вот. 12 глава, там про то, что детишек надо наказывать, вот, и так далее. Они нетрудные. Там даже язык очень не похож на другие тексты. Некоторые даже утверждают, что 12-й и 13-й главы, как бы, принадлежат другому автору, возможно, ученику этого человека, возможно, он просто знал, помнил и что-то там написал. Так, Мария. Последний вопрос, да, и будем уже завершать, потому что более-больше извините. Да, пожалуйста. Спасибо. Вы понимали о такого товарища, как Филон Александрийский, он окажется известен как молодец и удаин. Да, он не христианин. Он старший современник Иисуса. Он еврей из России, он в Александрии. Это очень известный человек. Он, скорее всего, даже не знает еврейского языка. Он читал Библию на греческом и писал свои просветки на греческом. Он, с одной стороны, последователь Платона, а с другой стороны, он хотел соединить учение Моисея с Платоном. Какое влияние на Новый Завет? Скорее всего, нет, но комментаторы, если видят некоторое сходство, то они, как правило, вполне возможно, что, знаете, есть некоторые вещи, идеи, которые как бы в воздухе. Я бы сказала, что не столько Платон, не столько Филон Александрийский, хотя, возможно, он оказывал влияние тоже какое-то, но не радикальное. Стойки были очень близки к христианам в том, что касалось нравственности. Стойки в отношении нравственности, может быть, даже были выше христиан. Единственное, что они верили в то, что они могут достичь всех высот сами. Вот в этом их великое отличие. Но Эпиктет, например, действительно, они были самыми замечательными людьми. Да. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...